В общественной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол на тему столетия СССР, история, уроки, современность. Ученые и общественные деятели обменялись мнениями о духовном наследии Советского Союза, его политическом, социальном и экономическом значении. Представители Казанского федерального университета рассказали о волнующих национальных вопросах. На этапе создания СССР, потому что договорился, это, конечно, учет социалистических преобразований. И вот здесь стал вопрос, а можно ли в рамках политического строительства, которое было, так сказать, это государство сохранить. Вероятно, нет, потому что эти преобразования требовали признания разного уровня развития территории, многонациональности и так далее. Поэтому возникло федеративное государство, социалистическое федеративное государство. На круглом столе ученые обсудили многие темы, касающиеся СССР. Например, предпосылки образования, становления и развития, а также последствия распада СССР пытались определить роль и значение Советской империи в мировой истории. Можно назвать Советский Союз империй, но это совершенно другой, который соответствует уже новому времени. И ведь империи, по сути, если мы посмотрим за всю историю человечества, империя была как раз одной из наиболее важных и наиболее серьезных механизмов, которые определяли будущее человечества. Создание СССР было поразглашено 30 декабря 1922 года. Общественные деятели отметили, что 100 лет назад было создано уникальное многонациональное государство, правоприемником которого стала Россия. Советский опыт имеет большое значение и важен для настоящего и будущего Российской Федерации. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс.